Добрый вечер. Четверг, мой любимый, гостевой день. До апреля мы дотянули в полном газовом спокойствии. Где-то числа 16-го нас охватила всеобщая газовая суета. Главный стратег, есть у нас такой в стране, он решил спасти увядающий по Европе Газпром и отдать ему внутреннего потребителя, которого на самом деле нет. А главный тактик, он топнул ножкой, дрыгнул рожкой и повелел перевести порядка 50% общественного транспорта на газ, ну, естественно, включая метро, трамвай и троллейбус. Ну, куда же без этого? Тут же Мерседес с Камазом изобрели срочно газовый мотор, которого вчера еще не было, а завтра он уже есть. Дважды автомобильный моментально наладил выпуск двух топливных автомобилей. В этой связи несколько вопросов. Получится ли у нас газифицировать транспорт? Что вообще получится? И зачем нам все это счастье? За всех нам будет сегодня отмечать Дмитрий Доронин, исполнительный директор компании «Газовая индустрия». На самом деле, человек невероятно причастный ко всему произошедшему. Дим, здравствуй. Добрый вечер. Ну, а теперь отвечай. Так у нас что в стране-то происходит? Это с какой стати, зачем и чем все кончится? С моей точки зрения, в нашей стране сейчас происходят позитивные вещи. Во всяком случае, в моей отрасли они происходят точно. И задача представителей цеха газового транспорта, назову своих коллег примерно так. А у вас много коллег-то, цех целый? Ну, нет, нас на самом деле немного. Но если считать, что за нашими спинами находятся автомобильные заводы по производству уже конечного транспорта, то получается внушительная цифра, большое количество рабочих мест. Слушай, конечный транспорт звучит как-то очень похоронно. Давай все-таки от общего к частному. Мы жили спокойно. Советский Союз, как мы помним, надорвался на газификации транспорта. Пыхтел-пыхтел, кроме приписок и возгорания ничего не получил. Сереж, давай по Советскому Союзу немножко вернемся. Потому что для меня опыт наших отцов-основателей является той базой, с которой я начал свой трудовой путь в этой отрасли. Как инженер. Как инженер, да. В кои-то веки попался не менеджер, а человек, знающий дело. Это так, для себя. Ну, эксплуатируй. Ну, да, давай. Итак, что касается опыта Советского Союза, то он выглядит следующим образом. Наши руководители озаботились использованием газа в моторах на транспорте. Где-то в конце 70-х годов и с 82-го года у нас начала действовать программа по использованию газа. И в рамках этой программы у нас начались строиться заводы по производству баллонов, производству топливной аппаратуры. Лицензии на торгу было выдано задание на закупку новейших технологий на тот момент времени. И параллельно на всех заводах, выпускающих транспорт, началось освоение модельных рядов газовой техники. То есть здесь я хочу обратить внимание, что подход был вдумчивым, комплексным и без спешки. То, что эта программа потерпела, я бы, пожалуй, даже не сказал, что она потерпела фиаско. Она, скорее, была просто недоделана в силу тех процессов, которые у нас начались с конца 80-х, начала 90-х. То есть все вежливо умерло вместе со страной. Да, все вежливо умерло вместе со страной. Но именно так. Отдельные осколки этого великого процесса я еще застал. Но, тем не менее, проблема с воняющими такси, с забастовками, с возгораниями, она в большей степени была спровоцирована тем, что газ — это очень высокооктановое топливо. Сколько? — 98, 105, 110. — Да. А двигатель у нас будет 76. — А тогда 76-й бензин в основном использовался. И вот эта вот разница, она не позволила использовать транспорт эффективно на новом топливе. А вот, скажем, с высоты проделанной работы сегодня я могу сказать, что в процессе постоянного адаптирования двигателей, предназначенных для традиционного вида топлива, такого как бензин или дизель, попытка переделать их в газовый, в конечном итоге приводит к созданию совершенно нового двигателя. То есть, как таковая переделка, она, если и удается физически, то она не имеет почти никакого экономического смысла. Газовый мотор — это новое поколение моторов. Мы сейчас активно их развиваем. — Прости, ты сейчас говоришь о двухтопливнике или чисто газовом моторе? — Нет, я сейчас говорю о чисто газовом моторе. — То есть о том, что именно и запатентовал Николаус Отто практически два века тому назад? — Ну, практически, да. — Потому что у него двигатель-то был газовый изначально. — И вот как раз возвращаясь к твоему началу, когда ты мотор КамАЗа назвал неизвестным, не весть откуда появившимся новым мотором, я могу сказать, что мы работали над этим мотором и продолжаем работать. С 2003 года по сей день это мотор, имеющий со своим дизельным прототипом на сегодняшний день только общий блок. Все остальные детали у него оригинальные. — Он не способен использовать дизельное топливо вместе с газовым. И вот только тогда, когда инженеры КамАЗа, ну и мы вместе с ними, поняли, что газ можно эффективно использовать, только создавая специализированные моторы, вот только тогда мы начали получать хороший эффект. — То есть отказались от совмещения, от двухтопливности, решили, что в чистом виде будет лучше. Какая степень сжатия у этого мотора, у КамАЗовского? — 11,8. — В принципе, нормальная, логичная, понятная. Потому что 11,8 — это... — Да, она нормально, логичная, понятная. Там тоже возникают определенные технические сложности, потому что... — Но в сравнении с дизелем, у дизеля это было совершенно другое. — Да, конечно, конечно. Но там возникают и другие проблемы. Когда мы начинаем использовать газ в качестве моторного топлива... — Кстати, какой? — А вот это отдельный вопрос. — Потому что когда наш этот дрыгнул ножкой и сказал, что давайте закопаем по газовому ведру в каждую АЗС, он ведь не уточнял, что он имеет в виду. — Да, совершенно верно. Ну так вот, я сначала скажу об общем свойстве газового топлива. Оно горит со значительно более высокой температурой, чем бензиновое топливо и чем дизельное топливо. И когда мы используем газ, скажем, на том транспортном средстве, на котором мы еще вчера ездили, на бензине, то мы должны хотя бы в подкорочке помнить, что мы кардинально поменяли процесс, который происходит в двигателе. И сказать, что мы однозначно двигателю помогли такому, предназначенному для традиционного топлива, было бы неправильно. А вот теперь рассмотрим, что, собственно, такое газомоторное топливо, какое оно бывает и в каком случае имеет смысл для чего применять. В основном наши радиослушатели пользуются пропан-бутаном. Это сжижный газ, выделенный в процессе крекинга из нефти. Соответственно, его запасы в большей степени пропорциональны объемам добычи нефти. Речь идет о пропан-бутане. Хранится он в жижном состоянии. Максимальное давление, которое возникает в баллоне, не выше 25 атмосфер. Если пропан-бутан приготовлен в правильном соотношении, соответственно, пропана и бутана в пропорции, то давление в баллоне предельное 16 атмосфер. Обычное, скажем, в летнее время, это 9-10 атмосфер, не выше. Если говорить о вопросах безопасности, то баллоны, предназначенные для хранения газа на борту, изготавливаются с давлением на разрыв примерно в 95-105 атмосфер. То есть реально четырехкратный запас по прочности. Поэтому, когда нам рассказывают в хронике происшествия о том, что в автобусе взорвался баллон, то это он взорвался не потому, что по нему чем-то вдарили, а потому что произошло что-то. А вот какой процесс? Почему они взрываются? Если ты имеешь в виду события 9 мая в Москве, то... И вот сейчас Новосибирский автобус взорвался нечаянно, о чем мы просто не знаем. Я об этом не слышал. Пару дней тому назад. Здесь речь идет о метане. Во-первых, на пассажирской технике и в целом решения правительства, которые сейчас принимаются, они касаются метана и пассажирской техники. Потому что «Газпром» добывает метан? Потому что метан — это стратегически правильное топливо со всех точек зрения. Потому что у нас его много. У нас его очень много. И нефть для него не нужна. И нефть для него не нужна. И более того, если мы будем метан широко применять, то мы еще и перестанем раком болеть. И стоять. Об этом аспекте нет. Стоять мы будем как положено. А болеть перестанем? А болеть перестанем. Так получается, что в легковые машины у нас пропан-бутан заправляется, а в автобусе метан? В основном пропан-бутан. Потому что легковые машины, во-первых, имеют весьма ограниченную способность перевести дополнительный вес баллона. Да у них там просто некуда его ссорить. Да, и вот там просто некуда ссорить. На новости прервемся, а потом поговорим. Давайте. И прошу вас, задавайте вопросы. У меня в гостях Дмитрий Доронин, исполнительный директор компании «Газовая индустрия». Человек, причастный к происходящему в нашей стране процессу по газификации транспорта. Еще раз добрый вечер. Так вот, мы как раз закончили на самом интересном, на то, что автобусы взрываются с метаном, а легковой транспорт ездит на пропан-бутане. И это не одно и то же. А такси, кстати, в советской эпоху на чем ездили? Такси ездили и на пропан-бутане, и на метане. И там эффект был разный. Кстати говоря, метан гораздо снисходительнее к низкой степени сжатия моторов. Вот к тем моторам, скажем, которые раньше использовали 76-й бензин. Метан в этом плане ведет себя корректнее. А сколько у него октановое число? 110. Те же самые 110? Предельно, да. Но он лучше воспламеняется в этих условиях. Пропан-бутан в смеси с воздухом при низких степенях сжатия просто плохо вспыхивает. Кстати, еще вопрос, что они делают оба при низких температурах в нашей северной стране? Это отдельный пласт разговора. Совершенно замечательный. Мы только-только разогнулись из июнь-юльской позы знака зодиака и сказали, что раком мы болеть будем меньше. Да. Раком мы будем болеть меньше, если мы будем выполнять решения партии правительства. И основанием для такой уверенности служат, опять же, работы, которые были проведены в Советском Союзе, в городе Касимове, где-то в начале 80-х годов проводился широкомасштабный эксперимент по применению газового топлива на транспорте в целом в городе. Там работали все службы, в том числе и санэпидемслужбы, наблюдали за здоровьем граждан. Так вот, оказалось, что вне зависимости от качества работы транспорта, просто сам факт ухода от жидких видов топлива и перехода на природный газ снизил онкозаболеваемость в регионе в 40 раз. Эти цифры озвучивались на международной конференции очень уважаемым мной профессором МАДИ Алексеем Сергеевичем Хачьяном. Согласитесь, 40-кратное уменьшение заболеваемости онкозаболеваниями, это уже неплохая цель для того, чтобы вести все эти программы, не говоря уже о других аспектах экономических в том числе. — Показатель действительно шикарный, особенно после умершвления всей остальной промышленности, последним источником все-таки нашего нездоровья, кроме паленой водки и низкой зарплаты, остается автотранспорт. Правда, тогда, когда этот эксперимент проводился, еще не было введения норм евро, евро-0, евро-1, евро-2. И поэтому мы получали либо жуткий выхлоп от КАМАЗа и 130-го узела, либо заведомо более чистый экологический газовый угол. — Я хочу сказать, что апелляция к нормам эмиссии евро-0, евро-3, евро-5, неважно с каким евро, она в этом плане не сильно меняет картину, потому что, опять же, ссылаясь на еще те старые работы, я могу сказать, что помимо нормируемых элементов выхлопа любого транспорта, а их в основном четыре, это СО, СН, СО2 и оксида азота группы NOx, есть несколько десятков ненормируемых компонентов выхлопа, которых замалчивают, которые не меряются, но основную угрозу здоровью представляют как раз вот те самые ненормируемые компоненты выхлопа. И если у нас транспорт, работающий, скажем, на дизеле или на бензине, показывает нам на милицейском приборе нули в разряде, скажем, CH или NOx, то он в полной мере, полный букет выбрасывает ненормируемых компонентов, которые продолжают загрязнять воздух. Именно этих компонентов при сгорании чистого метана, CH4, не существует, они отсутствуют в выхлопе. Поэтому вопрос к экологии здесь относится впрямую. То есть выигрыш действительно будет гигантский по полной программе. Но для этого нужно, чтобы двигатель был не двухтопливный, а чисто метановый. Здесь есть исключения определенные. Скажем, если двигатель изначально был бензиновым, то при определенной доработке он может вполне эффективно работать на двух видах топлива. В качестве примера я приведу анонсированную пару лет назад разработку автоваза, к которому, кстати, я очень хорошо отношусь. Lada Priora двухтопливная оснащена двигателем 1.6, без каких-либо глубоких доработок, выполняет все нормы и на бензине, и на метане. Практически не имеет потери мощности на газовом топливе. И это один из лучших движков двухтопливных, которые вот я могу представить. На качество двигателя в этом плане влияет большое количество факторов. Их очень сложно совместить в едином силовом агрегате. И вот я говорю, мы можем говорить об отдельных исключениях, когда инженеры, работая над двигателем, постоянно, скажем, держали в подкорочке, что он может быть не только бензиновым, но и газовым. И двухтопливность, она в принципе не может касаться дизельных двигателей. То есть речь идет только о возможном совмещении в одном силовом агрегате способности использовать бензин и газ. Ну да, у дизелях даже и принцип другой. А, кстати, расход топлива... Ну, тем не менее, есть, скажем... Попытки есть? Есть попытки, есть газодизельные агрегаты. В определенной степени и у них есть определенное будущее и определенное использование. Ну, скажем, давай от практики. Вот вернемся на землю, выйдем за город и посмотрим, что у нас в сельской местности кроме дизеля, в общем-то, практически ничего другого и не используется. Особенно на сельхозтехнике. Ну, вся техника, которой мы хлеб добываем, она только... Да, совершенно верно. А вот представьте теперь, что мы эту технику оснащаем исключительно системами, использующими природный газ. Мы имеем очень небольшой запас хода на тех баллонов, которые размещены на борту. И эта техника где-то там у нас в меже останавливается. Мы обездвижились. Таким образом, на этапе развития газовой темы, когда еще не создана широкая инфраструктура, двухтопливная техника, она должна иметь приоритет в развитии. Широкая инфраструктура в нашей стране за последние 700 лет не была создана ни разу ни по какому вопросу. Ну, почему? Плахи же строились во всех городах. Тоже инфраструктура. Ну, даже не во всех. Иногда в соседний город приходилось возить, поскольку палачей не хватало. Ты прав. Ты прав, да. То есть не широкая. С палачами была проблема. Да? Кадры, как всегда, не хватало. Да, они решают все. Вот. Что касается... Я еще пару слов скажу относительно газотопливных... Относительно двухтопливных, извините за оговорку, автомобилей. Свойством двухтопливности могут обладать в основном моторы, которые использовали изначально бензин. Такие моторы производились у нас заводом ЗИЛ, крупнейшим заводом. В общем-то, он достаточно долгое время был и в Европе крупнейшим заводом, пока его не коснулась рука наших реформаторов. И заволжский моторный завод. Вот эти заводы, они вполне могут сейчас подняться, сильно увеличить объемы производства, если создадут двухтопливные моторы. Они должны их сами создать? Потенциала-то хватит. Учитывая, что ЗМЗ — это тот завод, который еще недавно лил в землю блоки цилиндров у 402-го мотора. Но здесь я могу подсветить вот такой вот любопытный момент. Скажем, если мы возьмем завод ЗИЛ, то на сегодняшний день на этом заводе сохранился высоко квалифицированный конструкторский коллектив, который еще в советские времена делал газовые моторы, бензиновые моторы. — Они там где? В подполье? Это в землянках? — Ну, их пытаются туда затоптать, но они живучие оказались. Они не хотят умирать, они хотят работать. — Комсомольцы. — Да, по большей части. Вот. И мы с этими ребятами за последние два года сделали газовый мотор. Газовый мотор, который осенью прошлого года легко вписался в нормы Евро-4, которые вот сейчас у нас пришли. Запас по выходу на нормы Евро-5 у нас очевидный, то есть мы очень легко можем его довести. Та легкость, с которой мы выполняем эмиссионные нормы, текущие, перспективные, она является следствием того, что мотор, как я говорил ранее, он изначально был предназначен для различных видов топлив, газовых и бензиновых. Но вот ирония момента заключается в том, что как только мы показали этот мотор на стенде некоторым чиновникам, было принято скоропалительное решение о сносе двигательного завода на территории ЗИЛ. И там будет наконец-то много лавочек и шезлонгов. Да, там будет Венеция, там будут плавать лебеди. Там наконец-то будет жить клерк и хорошо себя чувствовать. Да, 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 как-то так. В общем, я с удивлением в этом плане обнаруживаю, что громкие возгласы со средств массовой информации наших руководителей о том, что вот газ это наше все и давайте поднимать газ. И у нас вся промышленность к этому готова. Соседствует в одно и то же время с разрушительными действиями в этой же отрасли. Ну, факт остается фактом. Ну, во-первых, мы единственное, в чем всегда преуспевали, так это в разрушении, а не в созидании. Перерыв на новости. Продолжаем постигать газовые нюансы двигателей внутреннего сгорания. Дмитрий Доронин, исполнительный директор компании «Газовая индустрия» отвечает и рассказывает. Ликбез с нюансами. Итак, продолжаем. Да, так получается, что ЗИЛ, как только сделал приличный двигатель, я так понимаю, на основе ЗИЛовского блока, то есть V-образная восьмерка это была, впрысковая наконец-то, отказались от карбюратора. Да, это мы сделали впрысковой двигатель с полноценным фазированным впрыском, который показал очень хорошие мощностные характеристики, помимо экологических. Эту работу мы делали совместно с конструкторским коллективом ЗИЛ под руководством Латышева Андрея Петровича. И как только вы сделали, решено было снести ЗИЛ до основания, после чего появилась правительственная игра в газификации транспорта. — Сереж, ты знаешь, по хронологии было именно так. Понятное дело, что нам никто не сказал, что «ах, вы такие сякие, показали, каков потенциал завода, вот нате вам получаете бульдозером по стенам». Да, этого не было. Но по хронологии было именно так. Но при этом, ведь ирония момента заключается еще вот в чем. Скажем, в распоряжении правительства за номером 767, которое было предъявлено на майские праздники, там указывается, ну, выражено в виде процентов газового транспорта в тех или иных городах и населенных пунктах. И если аккуратно посчитать, вот посмотреть на карту нашей с вами любимой Родины и посчитать, какое же, собственно, количество транспорта должно быть выпущено на улице городов до 2020 года, а нынешний год мы из исчисления уже исключаем, потому что нет еще ни утвержденных бюджетов, ни планов работ. Таким образом, начинаем считать от 2014 года. То есть, рукава и штанины мы засучиваем через год. Да. И понеслась. И, то есть, собственно, у нас было 6 лет. Засучить рукава – это уже, между прочим, хороший этап. Не исключено, что мы засучивать будем долго. Потому что, во-первых, здесь имеет смысл посчитать, а сколько же нам надо транспорта, и существуют ли в стране сейчас такие мощности, которые могут выпустить этот транспорт. А из тех мощностей, которые могут выпускать в транспорт вообще, какое количество транспорта можно выпустить на природном газе. Так вот, этот бесхитростный подсчет показывает, что у нас в стране мощностей под это нет. Все наши автобусные заводы, а вот в данном случае речь как раз в распоряжении идет об автобусах, о пассажирской технике. Я два слова чуть попозже скажу, почему. Это очень важно. Так вот, у нас в стране есть нефтекамский завод, ликинский автобусный завод, волжанин. Ну, словом, я могу назвать 5-6 заводов. Павловский, да. Сегодня имел удовольствие. В Кургане там еще что-то такое теплится. Да-да-да. Вот все эти заводы поместятся в целом на пальцах двух рук. Они все вместе, даже если начнут выпускать сплошь газовую технику, они не в состоянии выпустить нужное количество техники, которая заявлена в этих распоряжениях. И это еще полдела. Ведь в конце концов можно было напрячься, увеличить производственные мощности, но ведь для того, чтобы проводить такую работу, нужно провести очень большую предварительную работу. по разработке компонентов, по выпуску компонентов, по изготовлению опытных образцов техники, по сертификации, по опытной эксплуатации и так далее и тому подобное. В мире существует рекорд по выходу новой техники потребителю. Этот рекорд установлен Тойотой. Обычно нормальный срок от разработки до выхода модели – это 4 года. Вот в том процессе, о котором я сейчас заявил, вот, видимо, даже если мы будем работать темпами Тойоты, то у нас 4 года уйдет только на раскачивание производства. Останется у нас 13 плюс 4 – 17. Три года на реализацию той программы, на которой Советский Союз планировал 20 лет со своей мощностью. При этом Советский Союз мог приказать, и все автобусные парки, которые были полностью государственные, нормально совершенно потребляли ту технику, которую получали. А у нас сейчас еще есть бюджеты муниципальных образований, которые не готовы употреблять подобную технику. Автобусы служат по 20-30 лет не от хорошей жизни, а от бедности. Да, совершенно верно, но здесь ситуация, она перезрела уже до того, что, скажем, я могу привести пример по Липецкой области. Мы один из пилотных проектов планировали к реализации в этой области. Так вот, при нормальном количестве транспорта для города Елец 150 единиц, в строю осталось вот на контакте конец прошлого года 96 единиц, выход из строя примерно 20% в год. Реально у муниципалитетов уже нет никакого выбора. Они и купить не могут новую технику, потому что у них нет бюджетов. Они и перевозки осуществлять не могут, потому что на той технике, которая есть, уже в полной мере перевозки не осуществишь. И это, собственно, одна из причин, почему сейчас принята вот эта программа по автобусам. Потому что спасать в первую очередь надо автобусы. Спасать надо в первую очередь общественной перевозки, потому что если люди в конце концов уже и ездить не смогут, то они пойдут, пойдут с троем, может и с вилами. Ну, причин для того, чтобы сходить с вилами у них гораздо больше, чем отсутствие автобуса. Но на автобусе было бы сподручнее подвезти вилы. Это же все по капелькам. По капелькам, да. Мы не знаем, где она все-таки в какой-то момент будет последней. А автобус в этом плане палочка-выручалочка. Дело в том, что ведь у нас Газпром заявляет регулярно, вот я на протяжении 20 лет слушаю, что у нас в стране сейчас 200 заправочных станций природным газом. И вот я, Сереж, обязательно буду стараться пояснять все время, где речь идет о природном газе, а где речь идет о сжиженном газе пропан-бутаном, потому что когда я слышу заявление правительства, то я для себя очень четко разделяю, кто понимает, о чем он говорит, а кто не понимает, о чем он говорит. Я заметил, что вот эти двое пока не понимают, о чем говорят. Уже начинают понимать. Реально начинают понимать. Потому что если... Сначала они начали говорить. Понимание пришло несколько позже. Речевой аппарат был замкнут не на понимание темы. Ну, давай вспомним замечательную старую русскую традицию, которую мне недавно напомнил мой друг. У нас все идет по вполне прогнозируемым этапам. Сначала начинается шумиха, потом неразбериха, потом поиск виновных, наказание невиновных и награждение непричастных. Мы сейчас как раз в начале пути. Мы в начале пути, да. Мы где-то на переходе от шумихи к неразберих. Но неразберих как раз уже свидетельствует о том, что какое-то понимание приходит в состояние. Ощущение того, что они ничего не понимают. Это тоже уже понимание. Да. Это уже первые шаги. Но вот у нас 200 заправок, из них какая-то часть пропан-бутановая, какая-то метановая. Нет, нет. Речь идет, упомянув о 200 заправках, я сказал исключительно о заправках природным газом. Потому что сжиженный газ, нацеленный в основном на частный транспорт и на переоборудование тех автомобилей, которые находятся в эксплуатации. И здесь вы уж извините за многоступенчатость повествования, но надо сказать, что газовый транспорт может возникнуть либо на заводе, изготовленный в новом виде, либо транспорт, находящийся в эксплуатации, будет переоборудован в газ. Но это тема нашего другого разговора, возможно. Вот. Что касается автобусов. Газпром говорит, вот у нас есть 200 станций по стране, и мы не будем строить новые, потому что загрузка этих станций примерно 17%. У нас нет транспорта. На что автозаводы совершенно справедливо заявляют. Ребят, мы не можем закладывать в производство газовый транспорт, потому что в стране не существует инфраструктуры, на которой будут заправляться люди. Но как мы продадим транспорт с газовым, с увеличенной стоимостью за счет дополнительного компонента целой системы? А люди могут пользоваться только фрагментарно. Вот, скажем, ни одного маршрута от любого города, скажем, к морю не существует. И эта проблема, что вначале, инфраструктура или транспорт, она непреодолима. Медведев ее преодолел рощерком одного пера. Ну, сказать не значит сделать. Задача решается следующим образом. Если мы как раз рассматриваем автобус, то автобус обладает уникальным свойством. Он, приезжая каждый вечер в парк, может использовать одну заправочную станцию. Таким образом, если мы берем парк автобусов и строим рядом с парком заправочную станцию природным газом, то мы решаем вопрос окупаемости комплекса в целом. У нас появляется новый парк. У нас появляется в регионе, читай, город, район, деревня, не важно что, заправочная станция природным газом. И у нас и станция, читай, инфраструктура, и транспорт новый сходу становятся окупаемыми. А это значит, что мы можем под реализацию таких комплексов привлекать, скажем, деньги уже со свободного рынка. Это уже вполне читаемая лизинговая схема. Ну, лизинг не в каждом селе и не в каждом колхозе осилят, но некоторые, по крайней мере, слышали это слово. Холдинг, лизинг и другие виды эротического массажа. Под гарантию областных властей, которым сейчас в приказном порядке надлежит выполнять эти программы, лизинг вполне предоставляется. Скажем, та же самая компания ГТЛК, государственная, она руками и ногами поддержала вот эту лизинговую схему, о которой я сказал. А ГТЛК это кто? Государственная транспортная лизинговая компания. Она что делает? Она раздает технику по более-менее сносным процентным ставкам. Ну, поскольку она государственная, она может себе позволить. Да, совершенно верно. Ну, скажем, ставка в 8 процентов, ее уже нельзя сказать заоблачно-низкой, но она вменяемая в ту схему, которую я сейчас упомянул, она вписывается. То есть вот программы по автобусам начались как раз с того, что в единой точке были сведены вопросы актуальности, когда в регионах уже выходит последний транспорт из эксплуатации, возможности, когда заводы могут предложить технику на смену, но технику не такую же, как и эксплуатировали основами потребительскими качествами, и экономической целесообразности, когда экономические структуры способны финансировать все это мероприятие. То есть получается, что вся вот эта государственная программа газификации, она в первую очередь касается автобусов, а дальше мы посмотрим, потому что возникает вопрос, инфраструктуры по-прежнему нет, и транспорта как такового тоже нет. Но теоретически, когда мы будем заменять транспорт от одного АТП к другому, мы будем формировать, пускай и небольшие изначально, но постепенно замыкающиеся транспортные коридоры. Ведь те же самые заправочные станции, которые планируются строить, они же будут работать не только на автобус, но будут работать и на приезжий транспорт, доля которого будет потихонечку нарастать. Вот так вот шаг за шагом оно и будет. Быстрее вряд ли. Но параллельно это означает, что с рынка будут выбиты навсегда независимые топливные продавцы, потому что построить в чистом поле или совместить газовое с бензином могут только серьезные игроки типа того же «Газпрома». И у нас был уже картельный сговор по уничтожению конкуренции на рынке нефтепродуктов. Точно так же, как ты меня удивил какими-то неприятностями, произошедшими в Новосибирске. Там говорят, на солнышке перегрелся, автобусы рвануло его. Я здесь тебя тоже удивлю. Сейчас по еще одному постановлению председателя правительства будут существенно... На самом интересном месте более интересные новости. Зато заинтриговали. Продолжаем разговор с Дмитрием Доронином, исполнительным директором компании «Газовая индустрия». Ты собирался меня удивить. Да, я собирался тебя удивить. Вот каким решением председателя правительства. В настоящее время готовится перечень поправок во все наши нормативные ограничительные законы по резкому сокращению и дистанций до заправочных станций газовых и норм, которыми они должны контролироваться. Словом, на этапе, когда требуется строительство инфраструктуры, сейчас будут сняты все заградительные барьеры для того, чтобы эта инфраструктура появилась максимально быстро. А за основу, видимо, будут взяты европейские нормы и правила, которые значительно более либеральны по сравнению с нашими. Так что, скорее всего, инфраструктура будет появляться. Ну, дистанция между дозаправками, сколько, 50 километров? Я боюсь, что мы не осилили. Подожди, я имел в виду другое, извини, Сереж. Скажем, сегодня, чтобы построить ОГНКС, разрывы до ближайших жилых зданий должны быть не менее 100 метров. Но чтобы домики уже постояли. При таких разрывах мы не впишем заправочную станцию ни в один из городов. Могу привести в качестве, ну, некоторой крайности, которая даже для меня является крайностью. Скажем, аргентинский опыт, где заправочные станции природным газом монтируются на первых этажах жилых домов. Так и в Европе, во Франции, например, на первом этаже. Ну, с моей точки зрения, это некоторый перебор. Но то, что наши нормы и правила, которые душили отрасль, считай, 30 лет, их нужно существенно подчистить и ужать, это совершенно точно. У нас в свое время было запрещено иметь, например, паркинги в цокольных этажах, и тем более подземные стоянки, потому что боялись, что взлетим на воздух. Потом выяснилось, что не взлетаем, можно строить, как в Европе. Вот здесь я как раз уже и о нормах безопасности упомяну. Скажем, с транспортом, использующим пропан-бутан, не стоит пользоваться подземными паркингами, потому что одно из ключевых отрицательных свойств этого топлива является то, что он тяжелее воздуха и скапливается в любой низине. Утек так утек. Утек так утек, да. И этим не стоит пренебрегать. А природный газ в этом плане, он значительно более безопасный, он легче воздуха, и любая утечка сразу уходит вверх. И потом очень сложно создать концентрации, при которых он взрывается. Взрывается или вообще воспламеняется. И тем не менее автобус-то взорвался с метаном? Он не взорвался. Здесь же взрыв — это процесс возгорания. Речь идет о том, что он лопнул, разорвало обшивку, и газ вылетел вверх. Пожара не было. Огня не было, но эффект был потрясающий. Разлет осколков, как заявила МЧС, 300 метров. Я могу тебе сказать, что когда взрывается бензиновый пластмассовый бак, то эффект тоже очень впечатляющий. Да, но там еще и какой-то звуковой, и световой. Там уж как полыхнуло, так полыхнуло. А газ просто чпок, и мама с ребенком тихо в больницу. Ну, я полагаю, что с развитием индустрии, с развитием производств таких вещей будет становиться все меньше и меньше. Я в этом плане оптимист, потому что я думаю, что еще на нашей с тобой памяти времена, когда водители бензиновых грузовиков поджигали спичку и смотрели в бензобак, сколько осталось бензина в баке. Бывает такое. Вот, по определенным причинам таких умельцев с годами становилось все меньше и меньше. У них жизнь короткая была. Короткая жизнь была, да. Ведь очень важно, чтобы на той волне, которую сейчас запустило правительство, пошли реальные процессы создания производств, увеличения объемов исследований. А эти процессы обязательно приведут и к повышению надежности, и к улучшению эффективности. Слушай, создание производства. А что такое в итоге на КАМАЗе, что есть на ЗИЛе, и что на Автовазе? Ведь как только постановление правительства появилось, на него ответ мгновенный. И понятно, что этот ответ готовился заранее. Люди работали над этой темой не один день, они работали годами. И вот теперь выясняется, что наработки есть и... Ну, чтобы наработки внедрить, нужно пройти целый большой цикл по испытаниям наработок, по разработке технологии серийной и по внедрению. Вот мотор вазовский существует. И они уже заявили, готовность к серийному производству двухтопливного автомобиля на бензине и на газу осталось только объяснить, зачем это нужно потребителю и, опять-таки, инфраструктура. Ну, вот ты сейчас сказал про Автоваз, а я бы как раз не стал ставить акцент на частном транспорте, потому что я считаю, что частные пользователи имеют право пользоваться тем, чем им удобно пользоваться, а не тем, что им навязывают. Уверяю, если правительство возьмет сейчас на себя основную тяжесть создания инфраструктуры через запуск грузового транспорта, который является в том числе и... главным источником загрязнений по стране, то эффект будет... Частники подтянутся. Частники просто подтянутся, да. Не надо себя насиловать в этом плане. Вот. А что касается экономического эффекта, вот здесь стоило бы задаться очень простым вопросом. Он не столько любопытный, сколько вот лежащий на поверхности. Ведь использование газа в качестве моторного топлива сейчас приходит так же естественно, может быть, где-то и ломать, ломая определенные стереотипы, от этого никуда не денешься. Как в свое время, скажем, в конце 19 века вместо угля приходили жидкие виды топлива. Точно так же шла смена всей инфраструктуры, всей промышленности. Есть такое суждение, что Первая мировая война была спровоцирована, собственно, процессом нового деления рынка, в том числе, когда приходили новые виды топлива. Так вот сейчас природный газ — это новый виток индустрии, новый виток промышленности, который нужно просто правильно понимать. А что в итоге, если мы в конечном итоге поддержим этот виток и его проглотим? Мы получим экономию на всех переделах экономики. Потому что, извините за тавтологию, транспортная составляющая лежит в основе всех издержек, всех процессов, чтобы мы приехали на работу, чтобы детское питание привезли в школу. Везде все начинается с издержек. На природном газе эти издержки по всей структуре снижаются в три и более раз. Вот не говоря уже о косвенных вещах, как-то здоровье, скажем. Экономия налицо. И с моей точки зрения, так долго эта тема была в незаслуженном загоне, именно потому, что газификация транспорта способна дать серьезный экономический эффект и росту нашей с вами экономики. Таким образом, я к чему подвожу. Если вы слышите, что кто-то против газификации нашей страны и транспорта в частности, задайтесь, где человек получает зарплату. Но мы к этому придем ведь очень не скоро. Скоро, скоро. У нас своего производства раз-два я обчелся. Мы все больше и больше переходим на импорт, потихонечку уничтожая отечественного производителя. И это означает, что мы должны работать с иностранцами. Медведев сказал, что весь мир только денно и ночно работает исключительно над газовой темой. Все автопроизводители, чем сильно удивил меня. Но я могу сказать, что в этом плане наши разработки, они не только не хуже иностранных, но по многим статьям превосходят, европейские или американские. Могу сказать, что по определенным компонентам первые патенты принадлежат нашему коллективу. Я не буду называть изделия. Это незачем. Более того, скажем, итальянские производители еще в середине 2000-х годов у нас откровенно копировали наши разработки. Так что сказать, что мы здесь где-то в хвосте, это было бы неправильным. Мы вполне обладаем всеми необходимыми компетенциями, пожалуй, за исключением одной. Мы не умеем рисовать деньги, на которые это все можно произвести. — Ну почему? Станок-то у нас вон он. — Ну он там, вот он вроде как здесь рядом, но он нам недоступен. — На постановление правительства. — А его продукцию нам никак не дают. — Не дают. — Не дают. — Это потому, что вы, судя по всему, частная фирма, пока еще не государственная. Как только вы будете встроены в эту систему, тут же и начнется финансирование. — Ну не факт. Не факт. Я думаю, что там настолько рыхлый песок, что любой поток по пути утекает в этот песок, не доходя до потребителя. — Ладно, вам всегда подберут хорошего руководителя. У нас мало, что ли, чем изовых в стране. Они, пожалуйста, с удовольствием засучат рукава за ваш счет. — На них рассчитываем. — Но когда Медведев говорит о том, что весь мир по этой теме работает, на самом деле не так. Весь мир на этой теме не очень заморачивается, потому что перспектива все-таки у Европы, она не на газу. — Сергей, ты не прав. — Расскажи. — Значит, могу сказать, что за последние пять лет немцы построили из ничего сетку в полторы тысячи заправочных станций на природном газе. Проект «Северный поток» в большей степени ориентирован на транспорт, не говоря уже о таких традиционно развитых в газовом отношении странах, как, скажем, Италия. — Именно поэтому... — То, что идет бум, то идет именно бум. Его иначе не называть. — Именно поэтому немцы уже показали, наконец-то, готовую машину «Ауди» в Женеве. Она двухтопливная именно на газу и на бензине. — Так точно. — Это вот первый предвестник того, что система разворачивается. А параллельно с этим BMW, например, работает над темой водорода и не оставляет ее. — Ну, в этом плане могу сказать, что мы запустили опытный водородный автомобиль в 2006 году по заказу Роснауки. И в какой-либо из передач я с удовольствием расскажу и об этой части работы. У нас нет интеллектуальных отставаний. У нас все отставания сосредоточены в организационной части, а не в интеллектуальной. — Ну, нужно создать просто еще пяток министерств тематических. — Обязательно. — И тогда у нас получится система управления. — Следственных палат на каждое министерство. — И, если можно, следственный комитет тоже каждый, чтобы было тематически. — Обязательно. — И тогда все получится? — И тройки. — К тройке уже, по-моему, созданы. — А, ну так дело за малым, получается. Если деньги не раздают, то патроны, по-моему, всегда были в избытке России. — Слушай, Барнаул сейчас такую ерунду делает. Ну что ты. Получается, что газификация перспективна не только для нас, но и для Европы. И поскольку и они работают над этой темой, и мы... — Газификация — это глобальный тренд. Отмахиваться от него. — Это значит... Это значит смотреть против ветра. — Ну, для нас-то, тем более, имея такие запасы газа, это неправильно. Дмитрий Доронин, исполнительный директор компании «Газовая индустрия». — Большое вам спасибо за внимание. — До встречи. — Всего доброго.